Со спортом по жизни. В октябре в Варшаве проходил чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов. Серебряным призером турнира стал наш земляк Виктор Михайлович Черков. На протяжении многих лет он является тренером Центра физической культуры, спорта и молодежной политики. Черков занимается сам вольной, греко-римской борьбой и самбо, и тренирует подростков в Добрянке по этим видам спорта. У нас был первенец Северного флота, я служил на Северном флоте, это даже мой портретик есть на доске. В составе сборной выиграл Северный флот по греко-римской борьбе и поехал в Финляндию от вооруженных сил. Это уже по своей сетке, это не просто соревнования, это те, кто у нас служат в Советской армии. И вот я съездил в Финляндию, занял второе место. Действительно было очень трудно, ответственные соревнования были, это я действительно в первый раз выступал. Но во второй раз уже тоже выиграл Северный флот, мне уже было, конечно, полегче, но тоже занял второе место. За 55 лет на ковре Виктор Михайлович успел поучаствовать в 29 чемпионатах мира. Поговорим же о нашем тренере с его воспитанниками. В футбольной борьбой я занимаюсь два года. Наравится? Да. А какой он, Виктор Михайлович, расскажи. Ну, иногда бывает строгий, иногда добрый. А так он для меня очень хороший учитель. Заслуженный тренер, опытный и борец. На Олимпиаду хочешь попасть? Да, хочу. Своим талисманом Виктор Михайлович считает супругу Татьяну Николаевну. Откуда он еще берет свои силы, спросим у него. Ну, это моя аура, непосредственно, потому что здесь бывают в жизни тяжелые моменты, всякое бывает, переживания всякие. Я обычно прихожу, это моя аура, которая действительно меня восстанавливает после больших сорнований. Все-таки 7 килограмм согнать весу, это очень тяжело. Владение приемами из разных видов единоборств помогает ему завоевывать медали разной пробы. Наш Виктор Михайлович остается верен выбранному еще в детстве пути. Главное в спорте – воля к победе. С нами согласился поделиться своей историей побед и ответить на другие вопросы капитан сборной России по вольной греко-римской борьбе среди ветеранов. Мне запомнилась встреча, которая проходила в Армении, город Ереван. Я там выполнял мастера спорта и очень тяжелые условия были. Когда боролся за первое место, меня закрыли в раздевалке, и мне пришлось потом выбивать стекло, чтобы выбежать на ковер. Чтобы борьба была очень жесткая, тем более, чтобы русский парень в Ереване стал чемпионом. Сами знаете, это обычно выполняет у себя дома. Вот он, наш тренер, сам выходит на татами и показывает своим ученикам приемы, которые он точил за годы занятий единоборствами. Каково себя чувствовать заслуженным спортсменом и почетным жителем? В первую очередь отношение другое стало, потому что все-таки это большая ответственность. Когда такое звание присваивают, для меня это уже все другое изменение. Что бы я ни делал, где бы я ни выступал, все совсем по-другому стало. Хочется быть уже в хорошем смысле примером, потому что почетный гражданин – это действительно почетный. Для меня уже многие берут примеры, а это, конечно, большая ответственность с моей стороны. Тем более, я работаю с ребятами, это очень наглядно. Виктор Михайлович продолжает вписывать в историю спорта свои победы, прославляя наш край, столицу доброты. Огромной его заслугой является то, что он тренирует и воспитывает подростков. Увидев в нем запал к победе, они сами стремятся попасть на Олимпиаду. Будем надеяться, что при более внимательном отношении властей и бизнеса к спорту появится больше прикамских звезд на педестале. Константин Кодочигов, Сергей Шулятьев, Елена Агафонова, инфоканал Добрянка.